Девайсы А, ууу Придумал Вот, значит, три девайса, о которых пойдет речь Фотоаппарат Камера Ноутбук Сами решайте, про что хотите слушать Ваша задача Вовремя нажать пальцем на тот девайс Который симпатичнее вам Значит, еще раз напоминаю Фотоаппарат Камера Ноутбук Пальцы готовы Жмем на понравившийся гаджет Жмем, жмем, жмем Тыкаем пальцем в монитор Тыкаем, тыкаем Стоп, стоп Закончили тыкать Что мы имеем? Победителем сегодня становится фотоаппарат! Поздравляем! Ое-ое! Поехали, Абзон! Canon Digital XS-100 IS Серия XS-Digital появилась в 2000 году Собственно, можно считать, что она породила весь класс цифровых аппаратов типа «Наведи и снимай» Canon Digital XS-100 IS – очередная модель в этой славной серии Несмотря на цифру 100 в названии, аппарат оборудован 12-мегапиксельной матрицей Оптический трансфокатор трехкратный Камера, на удивление, шустрая для 12-мегапиксельной-то Отчасти благодаря фирменному графическому контроллеру Canon Digic 4 Качество съемки… Ну, какие тут комментарии? Эстеты, наверное, найдут недостаток Но по меркам цифрокомпактов, качество снимков почти идеальное В наличии имеется 2,5-дюймовый ЖК-дисплей Из свежих фич отметим функцию Smart Auto Камера не просто настраивает экспозицию Она анализирует весь кадр, учитывая яркость, контрастность объекта, расстояние фокусировки и общий фон Затем автоматически выбирается оптимальный режим из 18 возможных вариантов На ЖК-дисплее появляется цветной значок, обозначающий тип распознанной сцены и условия освещения Есть система распознавания лиц, причем с возможностью определения моргания Режим Face Self-Timer упрощает групповую съемку и создание автопортретов Затвор спускается только после того, как пользователь возвращается в кадр Digital Exus 100 IS способна записывать ролики высокой четкости 1280х720 Смотреть их можно, подключив камеру через HDMI к HDTV-дисплею Фотографии пишутся на карты SD и MMC Кстати, практика показывает, что карту надо брать максимально скоростную Фотография на 12-мегапиксельной камере обычно весит довольно много Если карта тормозит, то придется ждать В общем, придраться совершенно не к чему Даже цена представляется вполне щадящей – 12 тысяч рублей За девайс такого уровня – удобный, компактный, легкий и продвинутый Это, ну, не бесплатно, конечно, но очень демократично Голос, слушай, можешь меня сфотографировать? Ага, давай, сейчас Так, сейчас я Готов? Давай Покажи теперь О, прикольно А можешь приблизить? Да, 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 да Ага Что-то не брит я немножко здесь Не понял Так, стопэ! Семен! Человек-невидимка! Ну-ка отдай Семена Отдай Семену! Что здесь? Отдай Семена! Ах! Ах! Еще раз тебя здесь увижу! Семен! 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 Я тебе сколько раз говорил Никогда не разговаривала с невидимыми, незнакомыми людьми А ты куда смотрел голос? Ну я, ну это… А, э… Ни бэ, ни мэ Семен, ну не расстраивай меня Волос, давай, запечатли этот момент Еще раз Sony Handycam HDR-TG5E HD-камера, которая всегда с тобой Так рекламирует Sony эту видеокамеру Впрочем, это тот редкий случай, когда реклама не преувеличивает достоинств товара Комкодер компактен, при этом сравнительно легкий Где-то 250 граммов с батареей Корпус сделан из титанового сплава Имеется спецпокрытие, которое защищает камеру от царапин и повреждений Экран довольно крупный, 2,7 дюйма по диагонали Примерно как у среднего коммуникатора Камера включается в момент открытия экрана Причем практически мгновенно Это важно, поскольку позволяет не упустить прикольный кадр Для быстрого перехода в режим записи видео Достаточно нажать кнопку REC-START-STOP Прикосновение большим пальцем к кнопке фото Переводит камеру в режим фотосъемки Качество что видео, что фотосъемки на высоте Аппарат оборудован матрицей Exmor И неожиданно хорошим для такой игрушки Объективчиком Carl Zeiss Vario Sonar С десятикратным оптическим трансфокатором Картинка получается вполне оптимистичная С естественной цветопередачей и минимумом шумов Качество съемки улучшает еще и наличие Специальной системы оптимизации динамического диапазона И автоматической корректировки света Из приятных фич также стоит отметить систему распознавания лиц и улыбок Face Detection и Smile Shutter соответственно Главная фишка – возможность записывать чудовищные объемы видео В случае этого аппарата, например, до шести часов непрерывной записи Full HD видео Емкость встроенной памяти 16 гигабайт Кроме того, можно вставить карту Memory Stick Таким образом добавив еще 16 гиг и снимать снова В общем, быстрее сядут аккумуляторы, чем закончится место для записи При этом в камере хорошо реализована система экономии энергопотребления В итоге с ней спокойно можно ходить пару дней, что-то время от времени снимая Сам по себе этот аппарат – отличный пример флэш-камеры образца середины 2009 года К числу недостатков можно приписать разве что Memory Stick Эти карточки обычно дороже, чем сопоставимые по емкости носители других типов Ну и цена – около 40 тысяч рублей С другой стороны – это Sony А когда техника с маркой Sony была дешевой? Самое время для LSTG Вот все-таки японцы никогда не отдадут пальму первенства Их гаджеты никто не переплюнет Правда, среди них встречаются весьма тупые Скажем, вот, полюбуйтесь В аннотациях девайсу написано Японский туалетный преклонитель помогает тебе быть ближе к движухе Круто, да? Непонятно только, зачем он япошкам? Как не по фрешуе, да, сейчас сказал? Непонятно, зачем он японцам? Они и так вроде невысокого роста Что ставим голос? Ага, десяточку, думаю, нормально будет Десяточку? Согласен Ну что, продолжим обзоры? Lenovo ThinkPad SL400 Внешне ноут выглядит вполне солидно Правда, вот конструкция какая-то странная Угловатая Да и корпус кажется не очень прочным Хотя для модели со статусом полубюджетной Это приемлемо Экран 14 дюймов Разрешение до 1440 на 900 пикселов Матрица Viber & View Весьма качественная Даже в играх с быстрым изменением сцен и обстановки Артефактов не замечено Производительность вполне соответствует современному уровню В наличии имеется процессор Core 2 Duo И от 2 до 4 гигабайт оперативной памяти Также можно использовать спецплату Intel Turbo Это, по сути, своп на флеш-памяти Нареканий нет Даже игрушки бегают жизнерадостно Благо, видеоадаптер достаточно мощный Дискретная карта на базе NVIDIA GeForce 9300MGS Машины рекламируются как чрезвычайно коммуникабельные Поэтому в России встречаются модификации с использованием WiMAX Порты и разъемы распределены вполне грамотно и продуманно Кроме того, вместо обычного оптического накопителя Можно поставить пишущий в Blu-ray Есть 4 порта USB, гнездо для карт SD, порт FireWire, веб-камеры и разъем HDMI Клавиатура вполне неплоха Все клавиши буквально на кончиках пальцев Четкий клик, правильный обратный ход Важный момент Клавиатура защищена от пролития кофе, пива и других напитков Под ней размещается специальный лоток Откуда через дренажное отверстие она просто выливается В качестве замены мыши предлагается как джойстик, так и сенсорная панель Клавиша между двумя мышиными кнопками над тачпадом отвечает за переключение в режим прокрутки Что очень удобно при работе джойстиком Время автономной работы, как показывают тесты с типичной офисной нагрузкой, около 3,5 часов Для машины с дискретной графикой очень неплохо Ноутбук производит неоднозначное впечатление Вроде стоит не так дорого, как более роскошные модели Но вот корпус подкачал Впрочем, свою цену эта модель оправдывает Среди машин, которые сегодня можно найти в сегменте от 30 до 54 тысяч рублей Синкпэт SL400 смотрится вполне достойно И никто не узнает, что вы купили этот Синкпэт за цены всего в полтора ровербука На сегодня это всё, с вами был Инспектор Гаджет И помните, я докопаюсь до правды Стой! Чё? Тебя же прапор попросил про его конкурс Боги Хопко рассказать А я что? Ты согласился Ну а что если я, типа, забуду? Он сказал, что тебе не жить Ха, да ну и хрен с этим прапором Друзья, прапор объявляет конкурс Боги Хоку Супер принц победителю Все подробности на форуме Всё? Ну вроде всё Отлично, чмоки Счастливо Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Продолжение следует...